Станислав Воскресенский продолжает знакомиться с медучреждениями региона. Очередной пункт – поликлиника в Новоталицах, которая обслуживает более 13 тысяч человек. Недавно в ней появилось новое оборудование на сумму 20 миллионов рублей. В 2019 году из субсидий бюджета Ивановской области в данную поликлинику поступило оборудование в виде рентген-диагностического комплекса на три рабочих места, которые нам на данный момент позволяют проводить рентгенское обследование и скопическое обследование. Стоимость комплекса – почти 18 миллионов. Ежедневно через него проходит в среднем 15 пациентов. Кроме того, в конце прошлого года на средства фонда медстрахования в поликлинику приобрели аппарат УЗИ. Губернатор отметил в Иссодии уровень технического оснащения, но остался крайне недоволен терминалом для записи на прием. Когда человек обращается в поликлинику, то есть человек, не владеющий интернетом или компьютером, обязательно человек может ему помочь записаться. Для тех, кто владеет компьютером, тоже достаточно удобно. Это я все понимаю. Насколько это, по-моему, не проще было подойти в регистратору, нет? Есть и такие варианты. Мозга не крутите, еще раз говорю. Говорите, как есть. По-моему, это ерунда какая-то, откровенно говоря. Весь смысл. Если ты это дома делаешь, тогда понятно, что не тратишь весь время. Здесь еще методический есть аспект, то есть их учат записываться на прием. Это единственное, для чего этот информат, в общем-то, полезен. А так я с вами согласен. Да не нужно, уберите его. Потребностей в новом оборудовании в районной поликлинике нет. А вот с кадрами дела обстоят несколько хуже. Открытые вакансии врача общей практики, хирурга и лора. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.